Здравствуйте! В эфире программа «Фактор жизни» и я, ведущий, Владимир Крупенников. Сегодня в выпуске. Без массового инвалидного спорта не было бы паралимпийских рекордов. Я считаю, что это большая была бы ошибка, если бы мы только занимались спортом высших достижений. В большом спорте слабых не терпят. Голова так сильно кружится от этих кувырков, даже вестибулярных. Пока наша мужская сборная по футболу не вышла в мировые лидеры, вся надежда на девушек. Я не знаю, почему женщины играют лучше. Наверное, мы более серьезно подходим к тренировкам. Съемочная группа «Факторы жизни» тестирует итальянские города. Ступеньки собора выходят прямо на проезжую часть. Пресс-конференция исполняющего обязанности министра правительства Москвы, руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы Владимира Петросяна. Смотрите прямо сейчас. Профессиональный праздник, День социального работника, в столице праздновало более 20 тысяч человек. Среди них больше тысячи инвалидов. Они не только являются потребителями соцуслуг, но и сами работают в системе социальной защиты Москвы. Многие инвалиды имеют высшее образование, экономическое, юридическое. Они остаются за бортом или предлагают в центре занятости, к сожалению, низкооплачиваемые и низкоуровневые такие профессии, на которые они не соглашаются идти в связи с своим образованием. А мы должны открывать двери для таких сотрудников. Трудоустройство инвалидов – одна из приоритетных задач для Департамента соцзащиты. 150 тысяч москвичей с ограниченными физическими возможностями могут и хотят работать. Но трудоустроена лишь половина. Было дано поручение всем органам исполнить власти города Москвы тоже создать рабочие места и принимать на работу инвалидов, имеющих профильное образование. Московские власти вынуждены отметить рост числа детей инвалидов. Пока специальная комиссия выявляет причины этого, Департамент соцзащиты пытается отправить как можно большее количество таких детей на санаторно-курортное лечение в России и за рубежом. Вот сейчас мы, вот прямо сейчас уже, у нас заключен контракт с благотворительным фондом «Благовость» и 1300 ребятишек выйдет. Уже одна партия выехала, они поедут в Словению, где продают курс лечения, реабилитации и вернутся. Львиная доля почти 75% инвалидов в Москве – это инвалиды по возрасту. Среди них 32 тысячи участников Великой Отечественной войны. По словам Владимира Петросяна, все, кому было положено до единого человека, получили квартиры и продолжают получать необходимую помощь. С 2011 года такая кампания началась в городе. Мы обследовали, проанкетировали свыше 80 тысяч одиноких участников Великой Отечественной войны. Была составлена городская программа их поддержки. Эта база постоянно актуализируется, она обновляется. Если участник войны в чем-то нуждается, оперативно эти проблемы должны быть решены. На социалку московские власти денег традиционно не жалеют. Но в этом году Сергей Собянин попросил еще и изменить идеологию работы с населением. Чтобы не человек подстраивался под систему, а чтобы работа была индивидуальной и адресной. Спорт – один из самых давних и проверенных способов реабилитации инвалидов. Первые попытки приобщения инвалидов к спортивному движению относятся еще к XIX веку. В 1888 году в Берлине был создан первый спортивный клуб для глухих. А в 1924 году в Париже прошли первые всемирные игры глухих. После Второй мировой войны сэр Людвиг Гутман из английской больницы Стокман-де-Вилля в корне изменил теорию и практику реабилитации, сделав особый упор на спорт. В 1948 году он организовал соревнования по стрельбе из лука, в которых участвовали бывшие военнослужащие – 16 мужчин и женщин с травмами позвоночника. Игры, названные паралимпийскими и поддержанные общественностью, стали ежегодным спортивным праздником инвалидов и вскоре получили статус международных. В 1968 году Юнис Кеннеди в знак протеста против сегрегации в отношении людей с ментальными отклонениями организовала в Чикаго первые международные игры – Special Olympics – для людей с психофизическими нарушениями. В России паралимпийское движение начало развиваться значительно позже, чем в других странах. Долгое время у инвалидов не было ни специальных условий для тренировок, ни серьезной материальной помощи. Чемпионы мира и Европы 90-х вспоминают, как сами искали спонсоров, чтобы поехать на соревнования. Сейчас паралимпийское движение имеет государственную поддержку, а спорт высших достижений повлек за собой развитие и массового спорта для инвалидов. Сегодня гость нашей студии – директор детско-юношеской спортивной школы «Юность Москвы равных возможностей» Николай Степанович Сгурский. Здравствуйте, Николай Степанович. Здравствуйте. Николай Степанович, вот школа, которой вы руководите, позиционируется как школа равных возможностей. Это действительно так? Действительно, да. Ну, тогда, наверное, надо рассказать, что такое ФСО «Юность Москвы». Давайте с этого. То, что ФСО «Юность Москвы» – это сейчас физкультурно-спортивное объединение, где собрано несколько школ. На сегодняшний момент их 44 школы. Одна из этих школ – это школа «Юность Москвы равных возможностей». Это наша школа. При всем таком большом тренерском составе – это где-то полутора тысяч человек, и количество детей – около 20 тысяч человек, обучающихся в «Юности Москвы». 700 из них – это дети с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и нарушением интеллекта. Ну, то есть инклюзивность такая определенная по инвалидной веществе. Вы направлены в основном на развитие массового спорта, или же все-таки вы себя считаете паралимпийским резервом, который готовит спортсменов высоких достижений? Я считаю, что это большая была бы ошибка, если бы мы только занимались спортом высших достижений. Потому что, наверное, без подпитки спортсменов самого низкого звена, начальной подготовки, никогда в школе не было бы и невозможно существование спортсменов высшего мастерства. Поэтому, естественно, у нас в школе присутствует и начальная подготовка, и спорт высших достижений. Какие виды спорта вы практикуете в основном? Ну, естественно, самые популярные виды спорта, которые это плавание, легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол, волейбол, шахматы. Борьба греко-римская для спортсменов с нарушением слуха есть у нас. Ребята готовятся сейчас на суббитские игры. Джудо для слепых нет? Ибрагимов Ислам Исрапилович, да. А это ваш, да? Да, наш тренер-преподаватель. Ну, понятно. Ну, это уже спорт высоких действительно достижений, насколько я знаю. Татьяна Савастьянова из тех людей, о которых говорят, спортивный характер. Она не привыкла отступать перед трудностями и всегда добивается поставленной цели. Таня с детства любила спорт. Занималась легкой атлетикой и вела спортом. Но каждый раз медицинская комиссия запрещала ей продолжать занятия из-за постоянно ухудшающегося зрения. Но Татьяна все равно решила со спортом не прощаться. Она заканчивает медицинское училище, работает в поликлинике, ходит на любительский футбол, где играет с такими же слабовидящими спортсменами. А потом поступает в Институт физкультуры на факультет реабилитации инвалидов. Там-то и происходит встреча, изменившая жизнь Татьяны Савастьяновой. Она знакомится с тренером под дзюдо Исламом Ибрагимовым. Ну, я вроде пришла, говорю, я так не люблю дзюдо, легкую атлетику там люблю. Он такой, говорит, Танюха, ты знаешь, давай заниматься. Он понял, что я не очень, позанималась в США, говорит, вот смотри, ты сейчас выиграешь Россию, выиграешь, ну, в призах будешь с мирной игры, это вот отбор на Олимпиаду, и пойдешь на Олимпиаду. Я думаю, вот, чтобы попасть на Олимпиаду, мне было все равно, типа, какой вид спорта, лишь бы попасть на Олимпиаду. Стали заниматься, а потом получилось все, как и предсказал тренер. Россия, Европа, чемпионат мира, Олимпиада в Афинах в 2008 году. Там Татьяна стала третьей и взяла бронзу. А еще всем сердцем полюбила дзюдо. И в этом она считает основная заслуга тренера. Потихоньку он как-то грамотно, вот, очень не любил, я железо очень не любила, вот, качаться вообще. Как-то он технически подошел, что сейчас мне стало нравиться. Потом Олимпиада в Лондоне и серебро. Отбор было проходить сложнее, да и конкуренция стала серьезнее. Я выхожу на татами, очки снимаю, я, получается, не понимаю, кто передо мной, даже не вижу лицо, там, мальчик или девочка выступает, только вижу синий-белый кимоно. А у некоторых, наоборот, одевают линзы. Получается, несправедимо. Она видит 100% в линзах, да, одевает, а на комиссию она идет бензолинз, а я, наоборот, в очках проверяю. Ну, вот такое вот ерунда. Большой спорт, любой, будь это художественная гимнастика или дзюдо, весь жестокое. Здесь не терпят слабых. Накувыркалась там, я говорю, фу, Ислам, я не могу больше. Голова вот так сильно кружится, да, от этих кувырков, потому что вестибулярные. Вот это здесь диплопия, которая диагноз, очень тяжело ходить, что вот все у тебя двоится, там, туда-седы. В будущем Татьяна видит себя на тренерской работе. Но это произойдет не сейчас. Впереди у Татьяны Савастьяновой еще одна Олимпиада. Тренер Ислам Убрагимов верит в своих учеников. А о самом большом своем достижении он говорит так. Самый большой успех – это я обрел действительно хороших людей вокруг себя. Это самое, наверное, большое. Людей с большой буквы. Спорт, он же еще выполняет такую важную социальную роль, да, социализация инвалидов, придает человеку уверенность в себе. У вас вот тренеры, это обычные тренеры по видам спорта, или же это тренеры, которые в то же время и психологические, скажем так, реабилитологи, которые занимаются именно инвалидом, пытаются их еще как-то социализировать? Ну, здесь надо сказать, что кадры растим сами. А многие наши спортсмены, которые бывшие были у нас в школе, которые занимались… То есть сами инвалиды, да? Они сами инвалиды. Они же в будущем становятся и тренером-преподавателями. Конечно, есть тренеры, которые не были никогда… Не занимались с инвалидами. Им нужно какое-то же время для адаптации, да? Все-таки есть разница, когда ты занимаешься… Даже психологически, я не беру там физические особенности, а именно психологические особенности. Смотря с какой категорией инвалидов, наверное, работать. То есть если работаешь с глухими, то, конечно же, надо знать жесты, надо знать их язык, надо знать их психологию, да? Не все тренеры могут это. Те тренеры, которые работают со спортсменами с нарушением опорно-двигательного аппарата, в плане коммуникации, в плане общения им здесь легче. Но они должны учитывать особенности и психологическую, конечно, подготовленность или психологические аспекты именно спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Какие вот виды спорта вы считаете наиболее хорошо развитые у нас в Москве? Ну, в Москве, на самом деле, очень сильно развитые виды спорта – это плавание. Во-первых, оно не только благоприятно влияет на организм человека, но оно и очень хорошо реабилитирует. Особенно спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, с детским церебральным параличом. Детишки действительно, они расслабляются. Сейчас я знаю, все почти бассейны приспособили, да? Вот подъемные механизмы поставили, да? Многие-многие бассейны сейчас приспособлены. Душевые кабины, да? Но, опять же, если говорить о спорте высших достижений, то вот мы арендуем бассейн «Спорткомплекс Олимпийский». Вот, конечно, там… Все это доступно, удобно? Не все, конечно, доступно. Подъезды, пандусы – да. Но, в принципе, родители помогают, и проблем пока не возникало таких серьезных. На самом деле эти люди – многоборцы. Перед тем, как попасть в бассейн, всем им приходится преодолевать марафонские дистанции по городу. Причем с барьерами. Поскольку этот спортивный комплекс для всех них отнюдь не в шаговой доступности. Поэтому плавание, можно сказать, заключительный вид. Тем не менее, настроение у спортсменов праздничное. Для многих открытые чемпионаты первенства России – редкий шанс увидеть своих друзей из других городов. Эти соревнования собрали рекордное количество пловцов. 380 человек из 36 регионов. В чемпионском заплыве для людей с поражениями опорно-двигательного аппарата существует 10 классов. В каждом из которых спортсмены соревнуются с соперниками, у которых примерно равные возможности. У нас все четыре способа плавания. Единственное, что малые классы – это самые тяжелые поражения колясочники, спинальники. Естественно, им тяжело плавать в положении на груди. Они в основном плавают на спине. Поэтому очень редко, что такие спортсмены плывут на груди, соответственно, кролем, братцем или дельфином. Дельфин – это вообще нонсенс. Самый сложный вид способ плавания. Три десятка заплывов и столько же комплектов наград. Хотя, по большому счету, медаль за волю к победе получить здесь должен каждый. Константину Голованову из Омска – 18. Из них пять лет он ходит в бассейн. Упорные тренировки по два часа в день. За это время успел стать чемпионом России в плавании на спине. Но, как и любому настоящему спортсмену, ему этого мало. Ну, я так хочу поехать в 2016 году на мир в Рио-де-Жанейро и там завоевать первые места. Главное не результаты участия – эти люди никогда не согласятся с таким тезисом. Тем более, что результаты этих соревнований скажутся на международном рейтинге спортсменов. Российские пловцы в последнее время здорово выступают на международных соревнованиях. А значит, молодым талантам есть на кого равняться. Тем более, что звезды так близко плывут по соседней дорожке. Дети приходят разные. Кто-то очень талантливый, и буквально ему требуется пару лет, чтобы уже быть в сборной команде Москвы. А некоторым приходится работать очень много, чтобы добиться каких-то результатов. И все же золотая медаль – не самое важное, к чему стремятся люди с ограниченными возможностями. Главная награда для них – это признание. Для начала – признание одноклассников и соседей по двору, а затем уже уважение всей страны и рукоплескание мировой публики. Николай Спанович, правительство Москвы, в частности мэр, говорит о том, что спорт должен для инвалидов быть в шаговой доступности. Как у нас с этим обстоят дела? Сейчас многие физкультурные объекты приспособлены для занятий детей-инвалидов. Что касается в шаговой доступности, мне кажется, что не во всех фоках есть специалист, который смог бы работать с такими детьми. Здесь, наверное, надо будет призадуматься. Я по себе знаю, как бывший спортсмен, что максимальных результатов удавалось достигать, когда тренировался с здоровыми людьми. У вас происходят такие тренировки по каким-то хотя бы видам спорта? Ну, если, как я уже говорил, что ФСО «Юность Москвы» – это огромная организация, да, и, естественно, там и здоровые спортсмены, и спортсмены-инвалиды. Мы проводим каждый год, ну, и чаще даже проводим, это выездные лагерные кампании, куда выезжают в лагерь и тренируются одновременно на одних полях, в одном бассейне, в одном зале, на одном там беговый дружке. То есть идет обмен уже там, помимо всего. Тренируются здоровые спортсмены с инвалидами. Даже на учебно-тренировочных сборах присутствуют спортсмены сборной России и спортсмены паралимпийской сборной. Интересно еще рассказать могу о сурдолимпийских играх. Вот этот год, на самом деле, если прошлый год был год паралимпийский, и это Олимпийские игры, то в этом году в Болгарии с 26 июля по 6 августа начинаются сурдолимпийские игры. Для спортсменов с нарушением, естественно, слуха. «Юность Москвы» будет представлять спортсменов в шести видах спорта. На прошлых сурдолимпийских играх в 2009 году в Тайпее. И нашими спортсменами только «Юность Москвы» было завоевано 17 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых медалей. И было 32 человека. Ну, надеемся, в этот раз... А какое командное место, общекомандное России? Прошлое было первое. Россия первое место. Первое место общекомандное. Поэтому надо удержать эту планку. Да, задача не из легких. Удачи спортсменкам накануне сурдолимпиадой пожелала наш корреспондент Юлия Лещинская. Кажется, что мы сейчас наблюдаем какой-то затейливый танец с мячом. Только музыки нет, и танец проходит в тишине. На самом деле, мы на тренировке женской сборной России по футболу. Команда, которой предстоит защищать честь страны на предстоящей сурдолимпиаде, серьезно готовится к соревнованиям. Женский футбол – сравнительно молодой вид спорта. В 2005 году в Австралии он впервые был включен в программу сурдолимпийских игр. И тогда наши девушки заняли там второе место. Наша сборная считается одной из самых сильных в мире. И мужчинам есть чему поучиться у этих девушек. Я не знаю, почему женщины играют лучше. Наверное, мы более серьезно подходим к тренировкам. У меня нет свободного времени совсем, и личной жизни пока нет. А после Олимпиады будет видно. Занимается наша команда ежедневно с понедельника по пятницу. А в субботу и воскресенье проходят товарищеские матчи. Когда тренер Яков Матвеевич Френкель только-только начинал создавать свою сборную, первое, с чего он начал работу – это железная дисциплина. И для него, и для девушек это было непросто. Характер женщины. Я занимался с мужиками, привык ругать. А здесь не знал как, но постепенно нашел подходы. Я их уважаю за терпение, за труд. Я вижу, что они очень сильно любят футбол. Футбол долгое время считался чисто мужским видом спорта. Для девушки овладеть футбольным мастерством непросто. И вдвойне непросто для спортсменок, не слышащих. Их внимание должно быть предельно сконцентрировано. Ведь команды тренера не услышишь. Основные навыки отрабатываются на тренировке. Команда должна быть слаженной, чтобы понимать друг друга без слов. Для меня в футболе гораздо интереснее командная игра. Это как перестановка фигур на шахматной доске. Каждый пас, каждое движение делается со смыслом. Чтобы все эти усилия привели к голу, чтобы обрадовать зрителей, своих родных. Для этого мы играем в футбол. Наша сборная доказала всему миру, что в России любят и умеют играть в футбол. И будущее этого вида спорта находится в надежных женских руках. Каждый ребенок инвалид, который либо он, либо родители хотят, чтобы он занимался в юность Москвы, может попасть. Естественно, у нас мы не отказываем ни одному спортсмену, кто хочет, ни одному ребенку, кто хочет заниматься спортом. Если есть, наверное, медицинские показания. Если есть, в первую очередь, это медицинские показания. Есть желание, есть доступность. И самое главное, наверное, стимул, чтобы ребенок как можно чаще приходил, он получал удовольствие. И, естественно, пожалуйста, наши двери всегда открыты круглый год, не только 1 сентября, не обязательно в течение года мы можем предложить любой вид спорт, который у нас открыт. Либо если ребенок уже определился с каким-то видом, и у нас его, ну, мы не культивируем этот вид, пожалуйста, мы дадим контактные телефоны других организаций, которые мы не конкуренты, мы только делаем одно общее дело. Спасибо большое, Николай Степанович, что нашли время прийти в нашу студию. Я напоминаю, что у нас в гостях был директор детско-юношеской спортивной школы «Юность Москвы. Равных возможностей» Николай Степанович Сгурский. Мне нравится, как звучит клятва участников специальных олимпиад. «Дайте мне шанс победить, но если я не смогу, то пусть я буду смелым в этой попытке». Собственно говоря, эти слова могли быть девизом всего паралимпийского движения. А мы продолжаем нашу программу. Мы уже рассказывали о поездке по маршруту перехода Суворова через Альпы группы байкеров, в которой были как обычные спортсмены, так и спортсмены с инвалидностью. Когда мы осматривали города и достопримечательности на маршруте, нас, конечно же, интересовало, насколько они доступны для людей с ограниченными возможностями. Итальянский курортный город Тремецца встретил нас дождем. Но мы решили не отсиживаться в номерах отеля, а прогуляться по узким улочкам этого старого города. Надо сказать, что количество отелей, ресторанов и кафе на один квадратный метр зашкаливает. Владельцам просто необходимо бороться за каждого постояльца и посетителя. Так что они вовсю стараются создать самые комфортные условия для своих клиентов. Этот отель построен более ста лет назад, что не мешает ему быть современным и отвечающим требованиям инвалидов. Удобные лифты с эргономично расположенными кнопками управления приветливый персонал, готовый в любую минуту прийти на помощь. Так что пятизвездочный отель заслуживает твердую пятерку. Когда я заселялся в гостиницу, мне положили пандус. Но теперь я решил не беспокоить персонал, решил спуститься сам. Ступеньки у входной группы в отель невысокие. И Игорь, ловко управляя коляской, аккуратно преодолевает это небольшое препятствие на его пути. Местные тротуары покрыты брусчаткой. Но Игорь без особого труда крутит колеса коляски. Мне приходится идти позади него, что несколько неудобно. Есть такая особенность – узкие тротуары. И поэтому приходится с одной стороны иногда приходить на другую, выбирать там, где тротуар шея. И вдвоем идти неудобно. Городок был построен в средние века. И тогда мало кто задумывался об обустройстве пешеходных зон. Они прокладывались по принципу меньшего сопротивления. Можем идти – идем. Нет возможности идти – обходим. Дело в том, что улиц в этом городе немного, всего одна. А уж от нее расходятся в сторону маленькие переулочки. Главная дорога вьется змейкой вдоль западного побережья озера Кома. Ступеньки собора выходят прямо на проезжую часть. И поэтому, чтобы продолжить свой маршрут, приходится переходить на другой тротуар. Можно, конечно, по российской привычке и напрямик. Но лучше перейти дорогу по пешеходному переходу. И продолжить путь по другой стороне. Тем более, что водителя, как нам показалось, с огромным удовольствием пропускают пешеходов. Весь городок можно пройти насквозь за полчаса. И уже через несколько минут после выхода из отеля мы оказались в самом красивом месте Тремеца. Рядом с виллой Карлота. Это самое популярное место у туристов. Попасть на территорию виллы нам не удалось. Мы подошли к воротам к самому закрытию. Но даже через забор было видно, что территория подготовлена для встречи гостей на колясках. Есть лифт, есть указатель, значок инвалидный, который указывает, что доступная среда, можно свободно подняться. Все технические средства помощи инвалидам нисколько не портят общий вид города. Так что пребывание в этом городке на отдыхе не должно доставить неудобств людям с ограниченными возможностями. Город мы протестировали. Есть, конечно, какие-то недочеты. Но на фоне этой красоты можно все просить. И на сегодня это все. С вами был Владимир Крупейников. Пишите нам, звоните. Адрес и телефон на экране. 115-184 Москва, улица Большая, Татарская, дом 33, строение 1. Наш телефон 8-495-656-05-91. Электронный адрес. Фактор жизни. Собачка. Яндекс.ру Архив программы ищите на сайте инва.тв и сайте ТВ-центра. Всего вам доброго. Увидимся ровно через неделю на канале ТВ-центр. ТВ-центр. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!